Что делать, если диджей оплачен на одно количество часов, а банкет затягивается? Был случай, что по сечению оплаченного времени диджей молча собрал аппаратуру и ушел, гости остались сидеть в тишине. Слушайте, ну это... Я просто таким не сталкивалась. Обычно диджея заранее спрашивают, особенно с организаторами, когда работают, они спрашивают у организаторов, как ты думаешь, меня будут продлевать или нет? Затянется банкет или нет? И организатор говорит, ну там, скорее всего, да, или скорее всего, нет. Давайте я заранее тебе... Давай я тебе там ближе к концу мероприятия скажу. То есть если гости танцуют, очевидно, что диджей не выключит музыку, не соберется и не уйдет. Это как-то странно. Просто если в данном случае у вас диджей оплачен, вам нужно с ним проговорить этот момент, что вполне возможно, что банкет у нас затянется, поэтому не планируйте другое мероприятие. Просто бывает такое, что диджей берут мероприятие, знаете, так встык. То есть они, например, работают до определенного времени на свадьбе, на свадьбе до 11 вечера, а потом уходят в ночной клуб, работают еще в ночном клубе, и там сводят там вот это все... Вот это вот свои диджейские штучки. Поэтому заранее нужно предупредить диджея и сказать ему, слушай, Петя, у нас может быть продление, поэтому ничего не планируй в этот день. Возможно, ты еще останешься на пару часов на нашем мероприятии, чтобы Петя был заранее предупрежден, чтобы Петя ничего не планировал. И заранее, естественно, с Петей нужно договориться, сколько будет стоить это продление, чтобы не получилось так, что Петя вам объявит стоимость там 20 тысяч в час, и вы такие, в смысле 20 тысяч в час? У него цена... В целом цена его 10 тысяч за 6 часов. Какие еще 20 тысяч в час? Вот, ну, просто заранее нужно поговорить с ним. Горнева Ирина!